Телеканал КРТ представляет Чума оставляет глубокий след в душах всех горожан, как говорится, осадок остался Однако никакие эпидемии, похоже, не в состоянии приглушить политическую борьбу в Соединенных Штатах в год президентских выборов Имеются еще интересные моменты, что называется, в тему В ожидании пандемии американцы закупаются оружием и туалетной бумагой Однако даже печатный станок ФРС не в состоянии справиться с длительным карантином Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная карантинная международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров Хочется верить, что у многих наших зрителей вынужденный карантин стал временем чтения и контраспемсперо – чтение классики СМИ пишут, что Виталий лидером продаж стал роман французского лауреата Нобелевской премии Альбера Камю «Чума» 1947 года В котором чумным городом, оказавшимся на карантине, был выбран алжирский Аран В этом романе Левак Камю, метавшийся по молодости между ленинизмом и троцкизмом, исследует социально-экономическую и морально-нравственную эволюцию общества Оказавшегося запертым в городском пространстве наедине со смертельной болезнью Чума оставляет глубокий след в душах всех горожан и после окончания карантина в городе явственно ощущаются отголоски эпидемии Честно говоря, со стороны итальянцев крайне непатриотично читать француза в то время, когда имеется знаменитейшее произведение «Де Камерон» или дословно «Десятидневник», созданное под влиянием реальной, а не выдуманной эпидемии чумы, их земляком и современником тех событий Джованни Бокаччо В дне первом повествования говорится Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейшей изо всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая под влиянием ли небесных светил или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях Востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, расрастаясь плачевно и до Запада Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот, людьми, нарочно для этого назначенными Запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья Не помогали и умиленные моления, ни однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом Конец цитаты Историческая реконструкция тех событий примерно такова Болезнь зародилась чуть ранее 1320 года в районе на территории Китая, в пустыне Гоби, неподалеку от нынешней монголо-китайской границы Разносчиками ее изначально были мелкие грузины, в первую очередь сурки К несчастью, монголы вели постоянную охоту на сурков ради их мяса и меха, что сделало эпидемию неизбежной В 1346 году хан Джанибек явился лично предъявить иск генуэзцам, причем во главе большого войска Впрочем, и генуэзцы, не рассчитывая на средневековых адвокатов, укрылись за городскими стенами Ввиду большой скученности осаждавших, в лагере Золотой Орды вспыхнула эпидемия Но Джанибек не растерялся и велел с помощью катапульт забросить в город несколько трупов, умерших от чумы Кафу монголы не взяли, но генуэзцы на торговых судах разнесли заразу далее В первую очередь в регион Тоскана, столицей которого и была Флоренция Так что рекомендуемый Декамерон – это отчет о достаточно пикантных историях Которые рассказали друг другу семь дам и трое юношей Во время десятидневной добровольной самоизоляции в Тосканской деревне Не затронутой черной смертью К счастью, нынешняя эпидемия коронавируса COVID-19 не столь страшна, как бубонная чума 14 века Но паника, охватившая ее весь мир в целом и Италию в частности, сопоставима На сегодня Италия – вторая страна в мире после Китая по количеству зараженных коронавирусом И уже первая по смертности За последние несколько дней обойдя Китай в полтора раза Статья в Ластампо под названием «Почему в Италии столько жертв коронавируса?» от 19 марта Оперирует статистикой на 18 марта Общее количество положительных результатов анализа – 35 713 Количество погибших – 2978 или 8,3% от общих данных заразившихся Статистику прокомментировал президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвия Брузоферра Аномально высокий уровень летальных исходов в Италии связан с тремя факторами Во-первых, высокий средний возраст итальянцев Каждый третий итальянец старше 65 лет В этой категории распространен целый ряд хронических заболеваний И в случае заражения COVID-19 клиническая картина у таких пациентов Чаще обычного демонстрирует осложнение и стремительное развитие Средний возраст итальянских пациентов на 17 марта умерших от COVID-19 Составлял 79,5 лет На эту же дату количество жертв COVID-19 младше 50 лет составило всего 17 человек Но и здесь во всех случаях речь шла о людях, уже страдавших тяжелыми заболеваниями Сердечно-сосудистыми, почечными, психиатрическими и метаболическими Во-вторых, в Италии, согласно указанию Министерства здравоохранения Проводят анализ на коронавирус лишь у людей с наиболее тяжелыми симптомами В целом в Италии на 18 марта было произведено 165,5 тысяч проверок И зараженным оказался каждый пятый В Китае же вирус выявлялся в слизи и слюне И у пациентов с менее выраженными симптомами, которым не требовалась госпитализация Китайский подход, применительно к Италии, не повлиял бы на число погибших Но резко увеличилось бы общее количество заболевших, либо инфицированных То есть в процентном соотношении показатель летальности оказался бы в разы ниже И в-третьих, перегруженность отделений интенсивной терапии А попросту неготовность итальянской медицины к такого рода эпидемии Пациенты с COVID-19 занимали здесь половину мест Чем большему количеству пациентов требуется интенсивная терапия Тем больше вероятность роста числа летальных исходов Именно третий фактор на фоне отсутствия пресловутой евросолидарности И вызвал у итальянцев необходимость обращаться за помощью к Китаю, Кубе и России Странам в мирное время, не подпадающим под демократические критерии Евросоюза Ну а профессиональную оценку происхождения и распространения нового коронавируса Мы попросим дать Волоху Аллу Петровну, заведующую кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Вице-президента Всеукраинской ассоциации детской иммунологии Добрый вечер, Алла Петровна Первый вопрос Коронавирусы науки известны уже давно Почему до сих пор нет ни прививки, ни вакцины против них? Добрый вечер Коронавирусы действительно известны очень давно Есть много, которые вызывают респираторные инфекции у людей Это обычные респираторные инфекции Они не представляют никакой угрозы Поэтому не возникал вопрос о разработке вакцины против этих коронавирусов Один из коронавирусов был очень опасный Это вспышка атипичной мемонии SARS Которая случилась в 2002 году И тогда действительно возник вопрос о разработке вакцины Но вспышка довольно быстро была прекращена И вопрос разработки вакцины, скажем так, был снят с повестки дня А после этого был еще один опасный коронавирус Это Мерс Который периодически и сейчас где-то возникает Но он тоже не представляет глобальной опасности И поэтому тоже, скажем так, не актуальна разработка вакцины против данного вируса Поэтому, пожалуй, это, наверное, первый коронавирус Который действительно получил такое пандемическое распространение И когда действительно уже возник вопрос разработки вакцины В большом количестве жертв коронавируса COVID-19 Что первично? Его опасность или наша неготовность? Нужно сказать, что, наверное, оба вопроса актуальны Он действительно опасен И он действительно дает высокий уровень Относительно высокий уровень смертности То есть это где-то около 3% Но для некоторых возрастных групп, к сожалению, этот процент больше В отношении неготовности, наверное, тоже этот вопрос актуальный Потому что действительно не все оказались готовыми К такому всплеску заболеваемости И к такой необходимости лечить одновременно большое количество тяжелых больных Как вы относитесь к последним гипотезам О существовании двух разновидностей COVID-19? А такая информация существует, что, возможно, есть два подвида этого вируса Но на сегодня не получено каких-то четких данных Доказательной медицины о том, что они чем-то отличаются То есть есть небольшие различия Но никаких различий в распространении И в клинических проявлениях нет И в диагностике также Скажите, пожалуйста, а возможно ли, что разные нации Ну, далеко отстоящие друг от друга генетически Например, китайцы и итальянцы О чем тоже иногда говорят Может быть, это желтая пресса По-разному переносят вот одно и то же заболевание На сегодня таких четких данных нет Возможно, есть какая-то большая восприимчивость генетическая Но такие данные не получены Кто генетически более восприимчив к коронавирусу? И поэтому тяжело болеют во всех странах И известно, что наиболее тяжело болеют люди пожилого возраста И люди, которые имеют какие-то сопутствующие хронические заболевания И разъясните, пожалуйста, вот в конце два вопроса Получают ли переболевшие иммунитет и на сколько времени? И рискуют ли заболеть или стать источником инфекции домашние животные? В отношении домашних животных хочу сказать, что на сегодня тоже нет доказательных данных Что они могут заболеть А такой информации не получено ни с одной стороны В отношении иммунитета Действительно, те переболевшие Скажем так, информация о переболевших, об иммунитете, которая получена Она говорит о том, что иммунитет формируется Насколько долго будет удерживаться этот иммунитет? Сказать сложно Возможно, он будет удерживаться очень долго Но для этого нужно длительное время Чтобы мы обследовали людей, которые переболели И посмотрели, исчезают у них эти антитела Которые они получили во время болезни или нет И как долго они сохраняются Нужен какой-то более длительный период времени Чтобы мы имели более точную информацию Но на сегодня известно, что иммунитет формируется Ну, строго говоря, статистику формирует сама пандемия И уже по ее результатам будет понятно Но многие вопросы получат свои научные ответы Другой вопрос, наверное, уже будет поздно Благодарю вас, Алла Петровна, за вашу информацию Спасибо В предыдущей программе я отмечал Несколько странные методы успокоения граждан Германии Со стороны главы правительства Ангелы Меркель На прошлой неделе канцлерин продолжила эту традицию Весьма двусмысленно заявив, что Цитата Со времен Второй мировой войны Для нашей страны не было никаких вызовов Которые требовали бы такой степени Совместных и сплоченных действий Конец цитаты Честно говоря, у меня призыв к немецкой сплоченности Времен Второй мировой вызывает целый ряд ассоциаций Например, что коронавирус ворвался в Италию Как вермахт в Польшу С точно такой же степенью Выполнение союзниками своих обязательств Когда каждый планирует отсидеться за собственной линией Мажино Однако, как это не помогло Франции в 1940-м Так же и 80 лет спустя Гордые галлы оказались под карантином Еще более жестким, чем во времена нового порядка Упомянутого Ангелой Меркель На французском телевидении два веселых ведущих Произнесли такой диалог А как же китайцы смогли так все организовать Что улицы были действительно пустыми? Да они закрыли вообще все Включая продуктовые магазины А как же люди питались? Райком и компартией Китая Организовали доставку еды в дома горожан А у нашей французской компартии Есть райкомы? Да давно уже нет И что же нам теперь делать? Действительно, для жесткого карантина По китайскому образцу Во Франции не оказалось необходимого числа Китайцев Или корейцев А изобретательные французы Только и ищут лазейки обойти запрет Например, по очереди выгуливая соседских собачек Что является уважительной причиной Для выхода на улицу Несчастный бульдожка на карикатуре Устало говорит Блин, сегодня весь квартал меня выгуливал Что за хрень этот ковид? Что же касается Китая То его недоброжелатели изначально были уверены Что эпидемия коронавируса пойдет по тому же сценарию Что и вспышка атипичной пневмонии Сокращенно SARS В 2002 году Когда руководство Поднебесной Не смогло быстро локализовать вирус Зародившийся на рынках провинции Гуандунь Дело в том, что, как и во время чумы XIV века В Центральном Китае исторически не хватало Источников животного белка Что приводило к, мягко говоря Гастрономической неразборчивости Сегодня поедание экзотических животных Типа летучих мышей Или каал Существует скорее в виде народной традиции Однако Достаточно для того Чтобы в условиях антисанитарии рынков Животные вирусы мутировали В опасные для людей формы Примерно по такому сценарию Развивался вирус атипичной пневмонии Охвативший Китай И перебросившийся в другие страны мира В 2002-2003 годах С большой степенью вероятности 17 лет спустя Центром распространения коронавируса COVID-19 Возможно стал похожий рынок Хуаньнань В центре Уханя Где основным экзотическим мясным продуктом Являлись летучие мыши Скажу сразу Существуют и иные точки зрения На возникновение коронавируса Как в научной Так и в дилетантской среде Так, калиброванный Отечественный дилетант Алексей Данилов Занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны 4 марта В интервью украинскому радию Заявил, что вирус появился В результате утечки Из китайской закрытой лаборатории Место, где оно все пошло Это место Ухань Где есть одна из, скажем так Закрытой лаборатории И мы считаем, что Само из этой лаборатории Пошел этот вытек И не нужно тут На тваринок, скажем так Повертаться, что это Тварины, змеи и то что Там есть потужная лаборатория Яка была запущена в 2015 году Мы вважаем, что Само из Витты Ставто и вытек Для того, чтобы в соответствии С журналистскими стандартами Уравновесить мнение господина Данилова Приведем статью из авторитетнейшего Научного журнала Nature Природа От 12 ноября 2015 года Под названием Искусственно созданный вирус летучей мыши Вызывает дебаты по поводу Рисков данного исследования С подзаголовком Изготовленный в лаборатории коронавирус Связанный с ОРВИ Может инфицировать клетки человека Прежде чем познакомить вас С содержанием этой статьи Ставшей сенсационной Через 4,5 года после публикации Приведем редакционное примечание От марта нынешнего года Цитата Нам известно Что эта история используется В качестве основы Для непроверенных теорий Относительно создания Нового коронавируса COVID-19 Нет никаких доказательств того Что это правда Ученые считают Что именно животные Являются наиболее вероятными Источниками коронавируса Итак, наша совесть чиста Редакция Nature Высказывает свое авторитетное мнение Что причиной COVID-19 Стал естественный А не искусственный вирус Ключевая информация Содержащаяся в статье Цитата Ученые исследовали вирус NHC-014 Который обнаружен В подковоносых летучих мышах В Китае Исследователи создали Химерный вирус Состоящий из поверхностного белка NHC-014 И основы вируса SARS Который был адаптирован Для роста у мышей И имитации человеческого заболевания Химера инфицировала Клетки дыхательных путей человека Что доказывает Что поверхностный белок SHC-014 Имеет необходимую структуру Чтобы вступать в связь С ключевым рецептором На клетках И инфицировать их Химерный вирус Также вызвал болезнь у мышей Но не убил их Конец цитаты Опять же Ради справедливости отметим Что создание химерных вирусов Запрещено законами США Но описанные эксперименты Проводились до запрета Также в статье говорится Что SHC-014 Не единственный коронавирус Летучих мышей Способных напрямую Без создания химеры Инфицировать человека Так что Однозначные выводы Из этой статьи Сделать невозможно Хотя как говорится Осадок остался Имеются еще интересные моменты Что называется в тему Так на прошлой неделе Газета The New York Times Сообщила Что Министерство здравоохранения И социальных служб США В 2019 году Проводило в Вашингтоне И на территории 12 штатов Противоэпидемиологические учения Под грозным названием В оригинале Crimson Contagion И романтичным В переводе Малиновая инфекция Согласно сценарию учений Вирусное заболевание Быстро распространяется Из Китая По всему миру В США его Обнаруживают в Чикаго А спустя 47 суток Всемирная организация Здравоохранения Объявляет пандемию Однако к тому времени 110 миллионов американцев Рискуют заболеть 7,7 миллиона Оказаться в госпиталях 586 тысяч Умереть Если возвращаться К аналогиям Второй мировой Навеянным Ангелой Меркель То результаты Противостояния Эпидемии Описанные в докладе От октября 2019 года Были аналогичны Успешности Обороны Перл-Харбора В декабре 1941 Еще одно Странное Совпадение 8 октября 2019 года В Нью-Йорке Было проведено Пандемическое Учение Высокого уровня Под названием Ивент 201 События 201 Организаторами учения Выступили Центр по безопасности Здоровья Университета Джонса Хопкинса Всемирный экономический Форум И фонд Билла и Мелинды Гейтс Сценарий начинается Со вспышки Нового Внимания Коронавируса Цитата Переданного От летучих Мышей К свиньям И далее К людям Которые В конечном Итоге Становятся Эффективно Передаваемым От человека К человеку Что приводит К серьезной Пандемии Патоген И болезнь Которую он Вызывает В основном Моделируется На основе Атипичной Пневмонии Но он В большей степени Передается В сообществе Людей С легкими Симптомами В отличие От последующих Событий Согласно Этому сценарию Источник Коронавируса Находится На свинофермах В Бразилии Однако Близким К реалиям Было предположение Что вакцинация Будет недоступна В течение Первого года В рамках Учений События 201 Предполагалось Что за полтора Года от коронавируса Умирает 65 миллионов Человек Что касается Противостояния Коронавирусу То сегодня Мнения В отношении Подходов Разошлись И газета The Washington Post Разместила Материал В котором Содержится Моделирование Распространения Вируса В зависимости От различных Видов Противодействия В качестве Модели Был рассмотрен Некий Условный Вирус Со следующими Свойствами При контакте Больного И здорового Здоровый Заболевает Но у Выздоровевшего Появляется Иммунитет На условном Городке В 200 человек Были рассмотрены 4 модели Открытая модель При которой люди Продолжают общаться Друг с другом С привычной Интенсивностью Попытка карантина Которая не может Носить абсолютный Характер И при котором Очаг вируса Пытается Изолировать Но все равно Остается взаимодействие С остальной Территорией Умеренное Социальное Дистанцирование Предполагающее Самоизоляцию 75% И экстенсивное Социальное Дистанцирование Предполагающее Самоизоляцию 88% Согласно Моделированию Наилучший Результат Демонстрирует Экстенсивное Социальное Дистанцирование Но даже Умеренное Социальное Дистанцирование При самоизоляции Трех четвертей Граждан Превосходит Результаты Карантина С точки зрения Быстроты Окончания Эпидемии Аналогичный Результат Был получен Исследователями Французского Национально-научно-исследовательского Центра В лаборатории Инфекционные Болезни Переносчики Экология Генетика Эволюция И контроль В Монпелье И описан В статье Ле Фигаро От 13 марта Под названием Чтобы остановить Коронавирус Мы должны уменьшить Наши социальные Взаимодействия В 4 раза От 13 марта 2020 года Главная мысль Статьи При 4-х кратном Снижении Социальных Контактов Каждый Инфицированный Заражает В среднем Менее одного Человека Что замедляет И со временем Останавливает Распространение Эпидемии Этот результат Полученный Для Франции Справедлив И для других Европейских Стран Из европейских Государств По пути Социального Дистанцирования То есть Отмены Массовых Мероприятий Перевода Школ и Институтов На дистанционное Обучение И так далее Пошли Нидерланды И Швеции Премьер Нидерландов Марк Рютте В обращении К нации В прошлую Пятницу Поясняя Отказ От жесткого Карантина Заявил Те, кто Перенес Вирус Обычно Получают Иммунитет Вспомните Корь Чем больше Группа Людей С иммунитетом Тем меньше Риск Что вирус Доберется До уязвимых Людей Преклонного Возраста И людей Со слабым Здоровьем С помощью Группового Иммунитета Вы строите Вокруг них Условную Защитную Стену Такой Принцип Но мы Должны Понимать Что для Формирования Группового Иммунитета Может понадобиться Несколько Месяцев И даже Более И в течение Этого Времени Нам нужно Максимально Защитить Людей Относящихся К группам Риска Конец Цитаты Логика Понятная Но согласитесь Несколько Спорная В Южной Корее И России Сочетают Социальное Дистанцирование С карантином Для наиболее Уязвимой Категории 65 Плюс Украина Пошла По пути Жесткого Карантина Какой Критерий Преобладает При выборе Странами Метод борьбы С эпидемией Мы поговорим С политическим Экспертом Костем Бондаренко Добрый вечер Кость Хотел обсудить С вами Вот такой вопрос Соотношение Политических Режимов Либо политических Систем И тех мер Которые Принимают Различные Государства Для Предотвращения Эпидемии Коронавируса Мы видели Жесткие Схемы В Китае Северной Корее Чуть мягче В Сингапуре На Тайване По европейски Очень жестко Это Франция Ну Италия Испания Либеральный вариант Нидерланды Швеция Британия Пыталась Так сказать Сохранить Своё либеральное лицо Пока французы Их не заставили Олимпийское Спокойствие Соблюдают Пока Бразилия И Белоруссия Некие Промежуточные Варианты Мы можем Говорить В Южной Корее И России Вот В связи с этим Первый вопрос Вот Какой опыт Чей опыт Ближе Украине Украине Украина Как обычно Свой опыт Поскольку Украина Пытается Перенимать Скажем так Самые жесткие Образцы В Европейской Нынешней Европейской Ситуации Сложившейся Ситуации В системе Управления Рисками Которые Сложились Сегодня В Европе Но В то же время Традиционная Украинская Расхлябанность И традиционное Отсутствие Единой Вертикали Управления Приводят К тому Что это Все Перерождается В какие-то Такие Гротескные Формы Которые Только Вызывают Недоумение У многих Граждан Что Касается Как раз Украины То И если Сравнивать С европейской Практикой То в Европе Думают И о том Не только о том Как войти В режим Харантина Но и как Выйти С минимальными Потерями Для экономики В первую очередь Для Украины Есть вопрос Только как Войти А уже Потом В надежде На традиционный Авось Думают Авось Как-то Выйдем Как-то Как-то Оно Как-то Оно Будет Поэтому У нас Нет до сих пор Еще понимания Ни у Правительства Ни у Большинства Граждан Нет понимания Того Как в принципе Сохранить Бизнес Или как Возобновить Работу Бизнеса После Завершения Карантина Как долго Будут Осуществляться Эти карантинные Меры И соответственно Каким образом В принципе Поддерживать Экономику В этой ситуации Ну вот Посмотрите Если мы берем Соединенные Штаты Они демонстрируют Фактически Мощь Своей Финансовой Системы Китай Продемонстрировал Мощь Экономики И административной Своей Системы Плюс Наверное Можно Говорить Про Самоорганизацию Все-таки Населения Отчасти Это в Южной Корее В Японии Срабатывает Некий Такой Коллективизм Врожденный Ну Раскребанность Итальянцев Мы Тоже Видим Французы Смогли Какие-то Жесткие Меры Но опять же Европа Может Пару месяцев Заливать Проблему Евро Потому что Центробанк Все-таки Будет работать На проблемы Решая Проблемы Европы У нас же Нет такого Резерва Украина Придемонстрировала Свою Особенность Украина Придемонстрировала Мощь Украинских Клипмейкеров Которые Каждый день Изготовляют Новый клип С участием Президента Который Выходит в эфир И каждый день Успокаивает Людей Или же Объясняет Людям Там На примере Каких-то Бытовых сценок В том числе С участием Его родственников Как надо Действовать В условиях Кризиса И карантина Так что По большому счету Наша особенность Это то Что у нас Нету Ни серьезной Экономической мощи Ни серьезной Административной машины Но при этом У нас Все это Тоже пытаются Превратить В элемент шоу Ну вот В конце беседы Я хотел Так сказать Привести такой Анекдот Который сейчас Ходит Но это не обязательно Про Украину Наверное универсален В такой ситуации Когда Так сказать На совещании По коронавирусу Спрашивает мнение Главы МВД И он говорит Я считаю Что надо вести Самый жесткий карантин Запретить Собираться Больше двух И всех недовольных Жестко метелить Президент И вы думаете Это поможет От коронавируса А при чем Здесь коронавирус И вот Создается впечатление Что в некоторых странах Не только В Украине Карантин Это повод Силовиков Ну скажем так Взять дополнительные Полномочия Продемонстрировать Свои возможности И в дальнейшем После выхода Из карантина Скажем Сохранить Такие вот Позиции Во власти Ну смотрите У большинства государств Вопрос Превращения Чрезвычайной ситуации В чрезвычайное положение Это вопрос Именно карантинных мер Вопрос управляемости Процессом В Украине же Это вопрос Политический Вот Стоит ли Переводить Чрезвычайную ситуацию В чрезвычайное положение Если это может усилить Авакова Например Вот А стоит ли усиливать Там Авакова Потому что А как это может Аукнуться Например в мае В июне Вот И так далее И так далее То есть По большому счету Я думаю Что Реально У Украины Вот эта Излишняя политизированность И излишнее Излишнее влияние Политической компоненты В этом Процессе Оно Сказывается Достаточно Серьезно И на Общем Процессе И У большинства граждан Также Возникает Еще один вопрос Если Во многих государствах Вопрос Карантина Карантинных мер Это вопрос Опять же Необходимости Вопрос Сохранения жизни Вопрос Самосохранения Каждого У нас же Возникает вопрос Кому это Выгодно Кто из этого Получит Большую выгоду И как это Скажется Осенью На местных выборах Именно Именно У нас Именно Это Эти вопросы Волнуют Больше Наверное Чем вопрос Того Сколько Может погибнуть Людей Сколько Эффективны Вообще Эти действия Которые Предпринимаются Ну и Вот Завершая Нашу беседу Хотел Вас Спросить Вот В ближайшие Недели Целый ряд Стран Будет Пересматривать В ту или иную Сторону Свой Карантинный Режим На кого Будет Ориентироваться Украина Судя по всему Вот по последним Данам Америка будет выходить Из карантинного Режима Вот сейчас Ориентируемся На Штаты Или на Францию Трамп уже заявил Что Надо выходить Из этой ситуации С карантином Но У нас Обычно Ориентируется На Решения Которые Спускаются В этой сфере Всемирной Организации Здравоохранения Вот Вот есть такая Организация Которой может быть Очень много вопросов Очень много Замечаний Мы знаем Что Далеко Не безгрешная Скажем так И далеко Не самая чистая Организация Но Вот у нас Очень часто Апеллируют Именно к этой Организации К их рекомендациям И закупая Те или иные Лекарства И отказываясь От тех или иных Вакцин Вот В данной ситуации Будет ровно Та же ситуация Скажут Продлить Я думаю Что продлят Ну в общем Будем надеяться Что на этот раз ВОЗ не ошибется Хотя Как говорится А ВОЗ и ныне там Благодарю вас Констант Спасибо Однако Никакие эпидемии Похожи не в состоянии Приглушить политическую борьбу В Соединенных Штатах В год президентских выборов Впрочем Именно фактор Коронавируса Сегодня стал Коньком Дональда Трампа Борющегося За свое Повторное избрание Ведь именно эпидемия Определяет Панические настроения Американцев В ожидании Пандемии Американцы Закупаются Оружием И туалетной бумагой Этот заголовок И новости Не российского А британского СМИ Респектабельный BBC Менеджер Одного из оружейных Магазинов Джоэл Грин Рассказывает Журналисту Что хитами Продаж являются Пистолеты Калибром 9 мм Помповые ружья И полуавтоматические Винтовки АР-15 Многие покупают Оружие для Замозащиты Считая Что этот кризис Будет сопровождаться Ростом преступности И грабежами Конец Цитат Вчера на 5 минут Опоздал в магазин И уже на паркинге Вижу мужик Идет с полной Тележкой еды И короче Он согласился Дружелюбно Мне поделиться Со мной едой Я думаю Вау Классно Думаю Супер Вот Видите Вот он мне дал Тут немножко Гречки Каши Тушеночки Вот гречка Хорошая гречка Кстати Поделился Немножко с рыбкой Пиво сзади Ну да Немножко пасты Ну такие Знаете Я считаю Что это нормально В принципе В такое трудное время Помогать друг другу И каждые И каждые Проценту Ставку Ставки 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 партии заблокировали прохождение законопроекта, который на тот момент предусматривал помощь в размере 1,3 трлн долларов, но переговоры продолжались и министр финансов Стивен Мнучин высказал уверенность в принятии пакета мер на 2 трлн долларов. Но вот во вторник, 24 марта, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что на смягчение экономических последствий эпидемии коронавируса власти США готовы потратить около 6 трлн долларов, из которых 2 трлн, прямая помощь, около 4 трлн долларов, средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система. На фоне таких новостей к вечеру 24 марта благодарный индекс Доу Джонс вырос на 11,4%, что является рекордом с 1933 года. Неудивительно, что на фоне такого аукциона невиданной щедрости и рядовые американские избиратели дают все более высокие оценки деятельности Дональда Трампа. Так, согласно последней социологии Института Геллопа, деятельность действующего президента одобряет 49% американцев, не одобряет 45%. При этом меры Трампа по противодействию коронавируса одобряет 60% американцев. Однако даже печатный станок ФРС, распределяющий американские долговые обязательства по обладателям зеленых бумажек во всем мире, не в состоянии справиться с длительным карантином. Неудивительно, что две крупнейшие газеты США начали кампанию по отказу от жестких карантинных мер. 19 марта в Wall Street Journal вышла редакционная статья, переосмысливая коронавирусный шатдаун с подзаголовком «Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья». Редакция газеты утверждает, что карантин был необходим и принес много пользы. Тем не менее, цена остановки экономики растет с каждым часом. Многие крупные компании могут прожить несколько недель без дохода, но это не относится к миллионам малых и средних предприятий. При обычной рецессии США теряют около 5% национального производства в течение года или около того. В этом случае мы можем потерять столько же или вдвое больше за месяц. Очень интересно сравнение с Китаем. Ведь Китай пережил сопоставимый шок для своей экономики, но уже восстанавливается. Редакция Wall Street Journal задает вопрос, почему США не могут сделать то же самое, что и Китай? И объясняют. Китайское государство владеет огромной долей в экономике и берет потери на себя. В Америке же эти потери будут нести частные собственники и работники. У них нет государственной поддержки, на которую можно было рассчитывать. В тот же день появилась колонка в The New York Times под названием «Наша борьба против коронавируса хуже, чем болезнь» вопросительный знак директора Центра профилактики Ельского университета доктора Дэвида Каца. Какие будут предложения, товарищи? Слушаем вас внимательно, товарищ Каца. Каца предлагает сдаться. Каца предлагает сдаться. Добрый доктор Каца утверждает, что вирус не так опасен, как о нем говорят, а цифры смертности явно завышены, поскольку болеет или переболело COVID-19 гораздо больше людей, чем нам известно по статистике. Более того, по мнению автора, коронавирус даже менее опасен, чем грипп, который убивает и пожилых, и детей. В качестве меры Дэвид Каца предлагает изолировать от внешнего мира людей старше 60 лет, а остальным дать переболеть в легкой форме, чтобы скорее выработался коллективный иммунитет. В таком случае не придется изымать из экономики активное население. Судя по всему, аналогичных гуманистических взглядов придерживается президент Трамп. В эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, цитата, «Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей, и при этом мы никогда не отключали из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях, и мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины». По словам Трампа, люди умирают от вируса, при этом еще больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии. А Соединенные Штаты, цитата, «не были созданы, чтобы оставаться без работы». Конец цитаты. Вторым фактором экономической нестабильности в США после коронавируса является, несомненно, нефтяная война между Эр-Риадом и Москвой, потому что американские сланцевые бароны, преимущественно поддерживающие республиканцев и Трампа, являются в этой войне третьими, но не радующимися. Судя по всему, и здесь Дональду Трампу придется выступить миротворцем, что в случае успеха принесет ему очередные очки в борьбе за переизбрание. О возможных переговорах сообщила газета «Политика». В материале нефтяные руководители спрашивают, «Трамп на чей ты стороне?». Согласно статье о 24 марта, Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией. По словам Ситтона, он по телефону связался с Мохаммедом Баркидо, генеральным секретарем ОПЕК, и рассказал о планах связаться с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром энергетики. Одним из немногих третьих радующихся в нефтяной войне, возможно, в очередной раз окажется многолетний лидер Белоруссии Александр Рукашенко, вновь пытающийся высидеть компромисс с Москвой на своих условиях. Согласно информации Белорусского информационного агентства Белта, 21 марта после заслушивания доклада по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий Александр Григорьевич заявил, что российская сторона полностью приняла предложение Белоруссии по поставкам нефти. Справедливости ради отметим, что господин Лукашенко сформулировал эту мысль следующим образом. Цитата. «Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти». Вопросительный знак. Конец. Цитата. Разумеется, белорусское государственное агентство интерпретировало вопрос своего президента как риторический. Но позже глава его администрации Игорь Сергеенко подтвердил данную информацию. 23 марта агентство Reuters сообщило, что Россия согласилась снизить цену на нефть для Белоруссии на 15,7 долларов за тонну. Что на 12 долларов за тонну больше, чем предлагаемая раньше скидка. Впрочем, в пересчете на привычный баррель это означает скидку чуть более 2 долларов. Что, например, в 4 раза меньше скидки, которую делает к биржевой цене Саудовской Аравии. Источники российского информационного агентства Росбизнес Консалтинг подтвердили порядок этой скидки. Ранее РБК сообщало, что промежуточным вариантом, предлагавшимся российской стороной, была скидка в 7 долларов, что было отвергнуто Минском. Но, как мы понимаем, торги между Москвой и Минском по цене на нефть являются лишь одним из фрагментов борьбы вокруг глубины интеграции в рамках союзного государства. И относительный успех Лукашенко является лишь эпизодом в этой борьбе. К слову сказать, на момент записи программы было известно, что из общего размера скидки в 15,7 долларов за тонну, российские нефтяники снизят цену только на 10,7 долларов. А кто компенсирует остальную часть скидки и еще 5 долларов, оставалось предметом обсуждения. Если после всех громких заявлений терпилой вновь окажется российский бюджет, то можно только поаплодировать находчивости Александра Григорьевича, вновь поимевшего с Кремля деньги, но не продавшегося за них. Более подробно об особенностях суверенно-интеграционных процессов в рамках союзного государства Белоруссии и России, мы поговорим с белорусским политологом Павлом Корназыцким. Добрый вечер, Минск. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Как по вашему мнению, спор вокруг цены на нефть – это повод или причина приостановить интеграционные процессы, которых уже, по-моему, больше трех десятков пакетов в рамках союзного государства Белоруссии и России? Смотрите, есть договоренности об интеграционных процессах в союзном государстве Белоруссии и России. Между правительствами проблем никаких не возникает. Но проблема в том, что Российская Федерация еще имеет внутри себя еще одно государство, которое состоит из монополий, которые владеют ресурсами Российской Федерации. И вот конфликт как раз-таки возникает не с правительством Российской Федерации, а с нефтяными компаниями, которые сегодня хотят иметь большие прибыли с поставки нефти Республику Беларусь. Проблема в январе 2020 года заключалась в том, что Беларусь отказалась выплачивать российским компаниям вот эту премию за улучшение качества работы по договоренности. Кроме того, что Беларусь в рамках таможенного пространства Единого имеет скидку, но частично все-таки эта скидка делилась с нефтяными компаниями Российской Федерации, которые в принципе свою часть обязательств не выполнили, потому что нефть не стала дешевле, добыча не стала более качественной, и Беларусь отказалась платить вот эту премию. Сегодня уже мы видим, что есть договоренность на уровне правительства между Беларусью и Российской Федерацией о возобновлении поставок нефти в Беларусь. Но нет понимания у нефтяных компаний, что им нужно немножко умерить свой аппетит. Сегодня они уже согласились на то, что вот эту премию им вместо Беларуси будет выплачивать российское правительство. Фактически они будут получать деньги из российского бюджета за то, что поставляет нефть Беларусь. И снова их армии ботов будут сообщать, что беларусы это нахлебники, что Российская Федерация кормит Беларусь. Хотя на самом деле вот как раз таки в этом процессе стало очевидно, кого именно подкармливает Российская Федерация, чьи интересы датируются Российской Федерацией. Павел, ну ведь парадоксальная ситуация заключается в том, что целый ряд небольших нефтяных компаний России были готовы поставлять нефть. И по-моему даже начали поставлять, правда небольшие, объемы нефти как раз на беларусских условиях без этой дополнительной премии. Да, но тогда у крупных нефтяных компаний Российской Федерации была такая вещь, как квоты. У них были квоты и другие компании просто не могли внедриться на рынок. Сегодня мы в Беларуси отказываемся от этих квот и вероятнее всего компания Рофтнефть, после того, как она устроила нам блокаду, не будет поставлять в Беларуси свою продукцию. Хорошо. А по другим видам взаимодействия, либо интеграции в рамках союзного государства? Вот за последнее время продвижения реальные в каких сферах наблюдаются? Ну, смотрите, продвижения могут быть в политической сфере. Как только касается вопрос экономических интересов российских компаний, тут же интеграционные процессы начинают тормозить и буксовать. Вот взять хотя бы такую вещь, как роуминг. Роуминг между Беларуси и Российской Федерацией, между операторами. Фактически сегодня российские операторы блокируют вот этот роуминг, потому что, ну, да, существенно больше белорусских номеров находится в Российской Федерации, чем российских номеров в Беларуси. Российские компании получат немножко меньше прибыли от того, чтобы будет устранен взаимный роуминг. И на сегодняшний день они как бы хотят каких-то компенсаций. Также тормозит процесс и введение единой валюты. Вот сегодня в Кремле уже очень много часто поднимается вопрос, давайте, 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 эмиссию единой валюты. Но тут возникает вопрос, а на каких условиях? Ведь у нас в Российской Федерации на сегодняшний день сложились абсолютно разные финансовые системы. В Беларуси Национальный банк подчиняется государству, эмиссии денег определяется государством, а в Российской Федерации Центробанк не подчиняется правительству. И правительство вынуждено просить денег у Центробанка, а вот кто указывает Центробанку, сколько денег выпускать, кому давать, правительству фактически это не подчиняется. Если единая валюта, то она должна быть, с нашей точки зрения, по белорусской системе, чтобы государство влияло. Единая эмиссия, мы имеем влияние, сколько у нас будет денег, какие это будут купюры, кому сколько дать. Фактически это должно согласовываться на уровне правительств, а не на уровне Центробанков и банкиров, что они сами будут как-то эту валюту крутить, вертеть. И в итоге мы будем получать там неожиданный курс, и правительство вообще будет разводить руки, что, а мы ничего не можем. Беларусь не готова отказаться от своего суверенитета над валютой. Я не ошибаюсь, что вопрос роуминга, казалось бы, достаточно частный, он уже больше двух лет обсуждается. Да, да, это больше двух лет обсуждается и ВОЗ, и ныне там. Не только роуминг. Вот, знаете, вот взять хотя бы проблему с российского банка перевести деньги в белорусский банк. Вот опять же, к единой валюте. У нас между банками соотношение идет, переводы очень затруднены. В едином, ну, как бы, в союзном государстве сложно перевести деньги из одной части этого союзного государства в другое. Фактически это усложняет работу бизнеса. Во многом усложняет работу бизнеса и вот так называемая программа российское импортозамещение. Изначально, как бы, да, декларируясь хорошее намерение. Страны, которые ввели против нас санкции, мы будем вводить против них импортозамещение. В итоге это импортное замещение оказалось против Беларуси, которая не вводила санкции против Российской Федерации. Вот, например, по той же военной технике. Есть белорусский завод, который поставлял раньше тягачи. В России сегодня делается свой завод, который будет подоставлять аналогичную продукцию. Это идет вразрез вообще с той моделью интеграции, которую ведет в себя Беларусь. То есть, если у нас единое экономическое пространство, нужно как-то специализацию. Что одна республика будет на все единое пространство делать одну продукцию, вторая другую, третья третью. И фактически это будет кооперация, и все вместе мы будем как бы охватывать весь рынок. Но здесь же получается, как раз таки идет внутренняя конкуренция. Вот российский бизнес, который родился в 90-х, он родился на том, что урвал, отхватил, отжал. И сегодня он ведет как раз из себя вот с точки зрения вот этой логики. Урвал, отхватил, отжал. А то, что это партнера ты отжал, ну это не имеет значения. Вот даже сейчас вот меры Российской Федерации по коронавирусу. Казалось бы, да, Россия должна себя защищаться. Но есть как бы ЕС, ассоциация, в которой Россия состоит. И вот этих партнеров нужно как-то тоже интересно учитывать, а не просто вот так вот мы резко взяли, отрубили, закрыли границу с Беларусью. И Беларусь узнает об этом пасфактум. Что оказывается наша продукция не может как бы попасть уже в Российскую Федерацию, потому что граница закрыта. Дальше уже идет как бы на межгосударственном уровне, там выяснение отношений, и границу снова открывают. Для стран СНГ Российская Федерация разрешает, пропускает товары. Ну опять же, ну а почему изначально, когда вводились меры, не поставить в известность партнеров, что вот мы видим решение ситуации. Так как всему миру угрожает карантин, вирус, значит мы как бы с вами предупреждаем вас о том, что мы собираемся сделать. Вы будьте готовы. Но на сегодняшний день вот этого нет. И фактически тормозит единая государственная тема. Павел, и последний вопрос. Вот как раз про карантин. В России и в Беларуси различные принимаются, существенно различные методы противостояния так сказать, ковиду-19. И в связи с этим, вот вопрос, для пересечения людей сейчас существует российско-белорусская граница или нет? В Беларусь можно въезжать с Российской Федерации беспрепятственно. Но в Российскую Федерацию там вот у них меняется настроение. То они пускают, то не пускают граждан Республики Беларусь, то российские СМИ начинают критиковать Беларусь за то, что недостаточно принимают меры. Хотя меры у нас такие же, как в Германии, даже более эффективные меры, чем вот страны, которые закрылись на карантин. Ведь бытует мнение, что в Беларуси карантина нет. Он у нас есть. Он у нас во всех больницах. Контролируются все возможные проявления. Вот если у кого-то есть подотрения на вирус, то контакты первого уровня, второго уровня тут же изолируются. На всякий случай, как бы, до полной уверенности о том, что это не коронавирус. В Беларуси сделано уже, наверное, 22 тысячи тестов на коронавирус. Фактически, тест на коронавирус делается всем пациентам, которые поступают с простудными заболеваниями. На всякий случай. Мало ли, что там может оказаться. И если, не дай бог, коронавирус, тут же идут как бы меры, которые ограничивают передвижение, перемещение. И здесь являются все контакты человека, с кем он контактировал. Этих людей просят там побыть дома минимум. Ну, кого-то даже госпитализируют на карантин. И, фактически, Беларусь очень эффективные меры проводит для борьбы с вирусом. Но в Российской Федерации их почему-то не хотят видеть. Опять же, вот в рамках союзного государства должно было быть обсуждение между Минздравами. Почему-то диалог существует только между правительствами. А вот остальной диалог блокируется на уровне тех, кто не заинтересован в этой интеграции. Потому что, если в союзном государстве интеграция пойдет по белорусской модели, это невыгодно офшорному бизнесу в Российской Федерации. Который, кстати, за время коронавируса, карантина в России, уже 3 миллиарда вывели из страны долларов. Павел, благодарю вас за содержательную беседу. Ну, и желаю вам в Белоруссии тоже не болейте как можно быстрее, чтобы прошла эпидемия. Спасибо. И Украине тоже желаю выздоровления быстрого. Спасибо, спасибо, Павел. Завершая тему, можно отметить, что Минск 24 марта пустил еще одну шпильку в адрес Москвы. Мол, Россия является источником нелегальной миграции для Белоруссии, тогда как с Евросоюзом таких проблем нет. О чем заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков на заседании комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания. Цитата. Со стороны Европейского Союза к нам незаконных миграционных потоков нет или практически нет. Это какие-то единичные случаи. С другой стороны, та миграция, которая идет, незаконно желая попасть в Европейский Союз, она у нас есть, и мы с ней умеем бороться. Конец цитаты. Да и в целом Минск показал, что умеет бороться с Москвой. На этом наша программа подошла к концу. Это была международная панорама, ее ведущий Дмитрий Джангиров. Встретимся через неделю. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok